Всем привет! Меня зовут Карина и сегодня мы будем делать Packet Tracer 2.1.4.2. Для этого нам нужно всего лишь сам Packet Tracer, небольшой конспект, если вам это нужно, также 10 минут свободного времени и хорошее настроение, чтобы у нас точно все получилось. Для этого переходим к вкладку с самим заданием, скачиваем ПК-файлик, а также инструкцию к нему. Обратите внимание, что чтобы скачать инструкцию, нам нужно перейти по ссылке и нажать кнопочку «Скачать» и сохранить этот файлик в нужную вам папку. Нажать кнопку «Сохранить» и оно вот уже открылось. Здесь вам нужно будет указать всю информацию, которая отсутствует. Далее открываем ПК-файлик и ждем, пока он запустится. Это занимает буквально несколько секунд и он уже будет открыт. Нам нужно просто подождать. Сейчас он уже открывается. Вот он. И теперь у нас открылся юзер-профайл, в котором нужно ввести имя. Также нужно ввести ваш email и номер группы и нажать кнопочку «Yes». Вот у нас открылся само задание и инструкция к нему. Инструкцию мы можем закрепить, чтобы она не сворачивалась при выполнении наших заданий. И сегодня нам нужно настроить два коммутатора. Вот они. И также два ПК. Но если мы захотим настраивать коммутатор, мы не сможем это сделать напрямую, так как эта конфигурация у нас заблочена. Чтобы была возможность настраивать, нам нужно перейти в кладочку «Connections» в левом нижнем углу и выбрать «Консольный кабель». Далее нажать по первому компьютеру, выбрать порт RS-232 и подключить кабель к консольному порту. То же самое нужно сделать и с другим коммутатором и компьютером. Вот. И теперь мы сможем спокойно настраивать наш коммутатор. Для этого переходим к ПК. Нажимаем вкладочку «Десктоп» и «Терминал». Здесь нужно ставить все как есть и нажать кнопку «Ок». И нажав «Энтер» мы можем уже спокойно настраивать наш коммутатор. И первое, что у нас требуется, это задать имена для коммутатора. Для этого мы вводим команду «Enable» и далее команду «Config Terminal» или просто сокращенно «Conf-T». Далее для того, чтобы настроить само имя, нужно ввести команду «HostName». Что мы, как раз, делаем? Вводим команду «HostName» и здесь теперь нам нужно ввести имя самого коммутатора. У меня это «ASV-1», но у вас может быть любой другой. Нажимаем кнопочку «Энтер» и, как вы можете увидеть, стандартное название «Switch» у нас изменилось на название нашего коммутатора. Значит, мы все делаем правильно. Двигаемся дальше. Далее нам нужно использовать пароль вот такой вот для всех линий. И хочу заметить, что в нашем коммутаторе всего 2 линии. Это «Консольная» и «Линия V2». Для того, чтобы настроить консольную, нужно ввести команду «Line-Console-0» и далее ввести команду «Password», с помощью которой мы введем наш пароль. Команда «Password». Я скопирую пароль, а вы можете его просто переписать. Но главное быть внимательными и не сделать ошибку. Нажимаем кнопочку «Энтер» и мы записали наш пароль. А чтобы его активировать, нужно ввести команду «Login». Что мы как раз и делаем. Команда «Login» и нажимаем кнопочку «Энтер». Теперь мы все настроили и мы можем выходить из этого режима с помощью команды «Line-0». Вот. Мы вернулись в режим конфигурации и теперь настроим еще пароль для линий V2. Для этого вводим команду «Line-V2-0» и нажимаем кнопочку «Энтер». И теперь также вводим команду «Password» и наш пароль. Вот я ввожу команду «Password» и вставляю наш скопированный пароль, нажимая кнопку «Энтер». И здесь также нужно не забывать о команде «Login». Вот. И теперь с помощью команды «Exit» я возвращаюсь в режим конфигурации. И смотрю дальше. Нам нужно использовать скрытый пароль. Вот такой вот. Я его скопирую. Ой. Главное скопировать правильно или переписать. И для того, чтобы настроить скрытый пароль, нужно ввести команду «EnableSecret». Ввожу команду «Enable» и слово «Secret». И далее ввожу наш пароль. Нажимаю кнопочку «Энтер». Все. Наш пароль настроен и мы можем двигаться дальше. Нам нужно зашифровать все незашифрованные пароли. Это очень просто. Просто в режиме конфигурации нужно ввести команду «Service-Password-Encryption». «Encryption». И не забывайте использовать «Tab», так как это очень удобно и намного быстрее. Далее нам нужно включить слово «Warning» в предупреждение с помощью баннера. Для этого вводим команду «Banner-Modd». Открываем скобочку и далее нужно ввести наш баннер. Вы можете придумать любой. К примеру, я скопирую слово «Warning» и напишу, что это «Конфиденциально». «It's Confidential P.U.D.» Нажимаем «Enter». Все, мы настроили наш баннер и можем двигаться дальше. Далее нам нужно настроить адресацию для всех устройств. И начну я настроить адресацию для этого же коммутатора. Для этого нужно ввести команду «Interface-VLAN-1» или сокращенный вариант «Int-VLAN-1». Жать кнопочку «Enter» и ввести команду «IP-адрес». Нажимаем «Вот». И теперь нужно ввести наш IP-адрес. Где его взять? Для того, чтобы смотреть IP-адрес, нужно прористать вверх и посмотреть нашу табличку. Наш коммутатор называется «ASV-1». Вот он в таблице. И я копирую его IP-адрес. Вставляю. Нажимаю «Пробел» и копирую маску под сети. И также вставляю. Нажимаю кнопочку «Enter». И теперь очень важно активировать интерфейс. Это делается с помощью команды «NoShotdown». Нажимаем кнопочку «Enter». И как видите, интерфейс активировался. Теперь мы можем выйти в режим конфигурации. С помощью команды «Exit». И смотрим. Теперь нам нужно сохранить все настройки на этом коммутаторе. Чтобы это сделать, нужно вернуться в режим «Access» с помощью команды «Exit». Вот он. И теперь ввести команду «Copy runningConfig startupConfig». Вот «Copy». Для того, чтобы не писать команду полностью, можно использовать «Tab». И она автоматически пишет. Нажать «Enter» и подтвердить сохранение. И как видите, наш коммутатор показал нам «OK». Значит, все правильно. То же самое нам нужно сделать для второго коммутатора. Переходим в «PC 2». Переходим в «Desktop», «Terminal». Подтверждаем и нажимаем «Enter». Если вы сможете настроить его сами, то можете просто полистать дальше. А я повторю это же самое еще раз. Я ввожу команду «Enable». Конфиги «Terminal». Далее, чтобы настроить имя, нужно ввести команду «HostName» и название коммутатора. Теперь у нас «ASV-2», что я как раз и делаю. Нажимаем «Enter» и имя настроено. Двигаемся дальше. Теперь пароль для всех линий. Первая линия – это консольная. «LineConsole0». Нажимаем «Enter». Теперь нужно ввести команду «Password» и наш пароль. Этот пароль вот такой вот. Нужно осторожно копировать, чтобы не было пробелов, так как это не засчитается. Вот, вставляем и нажимаем «Enter». Также не забываем о команде «Login». Вот она. И выходим в предыдущий режим. Есть. То есть, далее нужно для линии «VTU» – «LineVTU015». «Enter». И повторяем то же самое. «Password». Наш пароль. Далее команда «Login». И «Exit». Наши пароли для линий настроены. Теперь нужно настроить секретный пароль. Для этого нужно ввести команду «EnableSecret». И далее ввести наш пароль. Жать «Enter». И пароль настроен. Также нужно настроить баннер. Ввожу команду «BannerMod». Открываю скобочку. И нужно также, чтобы он включал в себя слово «Barning». Я его копирую и вставляю. И нажимаю «Enter». И у нас получился такой коротенький баннер. Чтобы настроить адресацию, нужно ввести интерфейс «VLAN1». И посмотреть IP-адрес для следующего коммутатора. Это вот такой вот. Копируем. И вводим команду «IP-адрес». И вставляем наш IP-адрес. Вы можете его просто переписать. Делаем то же самое с маской под сетей. Нажимаем «Enter». И опять же не забываем о команде «No shutdown». И нажимаем «Enter». Также не забываем о табах. И теперь наши пароли зашифрованы. И далее, что нам нужно сделать? Сохранить настройки. Для того, чтобы это сделать, нужно вернуться в перегрированный режим. И здесь ввести команду «Copy runningConfig startupConfig». Не забываем о табах. StartupConfig. Enter. И подтверждаем сохранение конфигурации. Все. Наш коммутатор настроен. И теперь нам нужно настроить IP-адреса для pk1 и pk2. Для того, чтобы это сделать, открываем pk1, закрываем вкладочку терминала и открываем вкладочку IP-конфигурации. Далее смотрим. Для pk1, который называется User01, у нас вот такой вот IP-адрес. Я его просто скопирую и вставлю. И маска под сети у нас записалась автоматически. Но хочу обратить внимание, что она записалась вот в таком виде. А нам нужно, чтобы было вот так. И я ее изменю. Вот так. Все. Закрываем. Закрываем. Тоже самое нужно повторить для User2. Вот. User2. IP-конфигурация. И теперь копируем IP-адрес. Вставляем. И теперь опять же нужно ввести маску под сети правильно. Мы можем ее закрыть и посмотреть, что мы закончили этот пакетрейсер на 100%. 90 из 90. Это значит, что мы сделали все правильно. Мы можем это проверить нажав кнопочку Check Results и Assessment Items. И мы видим, что у нас все-все правильно. Я думаю, что у вас тоже все получилось. Так что желаю вам хорошего дня и до новых встреч. До встречи. До встречи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...